приветствую вас у нас в гостях руководитель фонда содействия развитию баскетбола феникс сергей малов приветствую здравствуйте сегодня мы поговорим о проекте академии баскетбола феникс который зарождается в нашем городе и возглавляет этот проект сергей малов расскажи пожалуйста что это за проект и к чему мы движемся к чему он движется проект сам сама идея зародилась наверное года три-четыре назад даже четыре уже наверное после оценки ситуации в санкт-петербурге в женском баскетболе после анализа общероссийской ситуации в женском баскетболе какие есть институты какие есть школы кто занимается активно баскетболом у девушек подготавливает поколение профессиональных баскетболистов и как проанализировав это было принято решение создать структуру назвали мы ее фонд содействия развития баскетбола феникс было принято решение родителями молодых игроков собственно для того чтобы внести свой посильный вклад свою посильную лепту в дело развития баскетбола ну сама идея о том чтобы создать академию баскетбола она уже родилась несколько позже когда начались первые действия фонда первые мероприятия фонда которые были направлены на работу с детьми и академия баскетбола дала возможность стать результатом вот этой работы сама идея создания академии баскетбола но опять же все что касается самой академии баскетбола в ее в полном осознании это прежде всего база база залы возможность принимать команды из других городов и стран на своих мероприятиях такого к сожалению сейчас у нас нет и похвастаться полноценным комплексом который бы смог для детских целей детских мероприятий приводить принимать такие команды и турниры у себя непосредственно на базе таких возможностей у петербурга к сожалению нет и шаг за шагом фонд начал работу над тем чтобы найти сначала участок земли и на нем реализовать вот этот проект что под этим проектом подразумевая это так скажем предложение городу в котором основной детский спорт ориентирован на государственные бюджетные учреждения новые модели в которой главным игроком будет играть грамм главным игроком будет общество граждане санкт-петербурга именно поэтому фонд является общественной организации не коммерческие организации именно общественной организации в которой есть возможность реализоваться каждому гражданину в на пути вот по помощи и развитию детского баскетбола эта идея объединяет в себя следующие модели которые мы изучили из спортивного мира это модель студенческого баскетбола нсей это модель спортивная спортивный клуб барселона испанский клуб который включаясь на сегодняшний момент себя и футбол и баскетбол и это модель манчестер юнайтед футбольный клуб но вот эти три модели они по-своему характерны кто-то делает упор именно на студенческой на образование и поддержку спонсорами студенческого движения кто-то делает в частности барселона на акцент на клубности закрытом клубе меценатов спонсоров участников членов клуба которые с трепетом относятся к развитию к судьбе клуба и третье это манчестер юнайтед который ориентирует больше содержание клуба за счет около спортивного бизнеса который подпитывает деньгами непосредственно клуб это было на первых порах и мы решили пойти по этой дорожке в части фонда феникс в части подготовки и строительства и последующего содержания академии баскетбола все идет постепенно пока от шаг за шагом процесс длинный мы собственно с одной стороны и стараемся делать все это достаточно быстро но по мере силы возможности поэтому не все получается быстро как хотелось бы но тем не менее движение поступательное есть вектор движения тоже определен и шаг за шагом задачи которые мы ставим на каждый год они по большому счету выполняются а на какой стадии сейчас проект находится проект находится в стадии следующий после трех лет хождений по кабинетам различного уровня начинают муниципалитета заканчивая спорткомитетом и комитетами городскими администрации санкт-петербурга не удалось подать заявку управление по инвестициям санкт-петербурга о предоставлении участка земли в выборском районе санкт-петербурга я оказался с фондом вторым вторым рассмотрение передо мной оказалась какая-то коммерческая структура была проведена определенная работа встречи диалог с этой структуры нужна ли насколько нужна земная земля в общем какие цели преследует фонд все это было разъяснено и ну и так получилось что этот первый претендент снялся и мы оказались первым претендентом на данный участок земли который на сегодняшний момент и являемся разумеется управление инвестиции обратилась к нам с определенными вопросами касаемыми целей задачи наших под на данном участке что мы хотим как мы хотим для чего в общем то поподробнее объяснить мы это дело объяснили уже прошло два организационных технических совещаний на котором присутствовали я собственно член попечительского совета наталья водопьянова и представители генподрядчик на сегодняшний момент с управлением инвестиций было принято ряд решений по дополнению комплекта документов на вынесение к постановлению правительства на внесение изменения в определенные пункты устава фонда но собственно и были поставлены задачи о приведении в должному уровню стадии проекта п для представления это все на обсуждение визуализацию объемно-планировочные решения вот и собственно начало каких-то уже изыскательских работ по согласованию с комитетами что касается я хочу немножко перебью просто специально для наших зрителей я так правильно понял что землю вы получили и сейчас идет этап проектирования самого комплекса процесс получения земли тем более для социальных объектов это достаточно сложный процесс на сегодняшний момент сказать так что землю мы получили я не могу земля сейчас в состоянии принятия решения городом о передаче ее фонду значит да я видел проект постановления правительства мне его выдавали на руки меня попросили поставить подпись и печать о том что данный проект инвестиционными условиями согласован все это сделано мало того мне удалось на пути согласования инвестиционных условий раздвинуть срок реализации инвестиционного проекта с трех лет на пять на пять это связано опять же с ускоренным запуском первой очереди чтобы можно было уже использовать полноценно первый зал академии собственно согласовали инвестиционные условия согласовали постановление правительства со своей стороны но для того чтобы данный документ вышел в свет и вышел на обсуждение непосредственно правительства необходимо подготовить комплект документам чем мы сейчас заявляем занимаемся к примеру внесение изменения в устав требует прохождение министерства юстиции а это длинный процесс к сожалению на практике получается что занимает в районе двух двух с половиной месяцев поэтому все постепенно постепенно и постепенно а какие вот сейчас перед вами первоочередные задачи первоочередные задачи ну собственно с уставом уже разобрались он в процессе ожидания минюста геодезия геология то есть привязка к земле проекта ну и собственно обсуждение уже непосредственно процесса формирования консорциума соинвесторов которых мы на сегодняшний момент собираем приглашаем к участию именно в компании бизнес санкт-петербурга и подачу данных данного консорциума с документами по участникам консорциума непосредственно управление инвестиций для приобщения к делу для вынесения опять же на разговоры уже на уровне вице-губернатора ингрия албина о по существу данного проекта по существу данного комплекта документов и по инвестиционной модели которые мы предлагаем а в что пить в консорциум может любой человек любое юридическое лицо не ограничение есть ограничение на самом деле нет ввиду того что это добровольное объединение юридических и физических лиц для реализации определенной задачи в данном случае задача определена это строительство академии баскетбола значит добровольное волеизъявление это уже дело собственно желающего значит при приеме в консорциум определяется круг задач которые может вступающая организация или физическое лицо принять на себя и ответственно выполнить но и существует управление консорциума которое контролирует и распределяет обязанности во временном периоде в качественном ну и соответственно в поступательном в порядке что зачем как и почему и чтобы это было действительно похоже на единую работу они сводилось к тому что вот я это сделал все отстаньте от меня я свою часть выполнил а вот есть в интернете какая-нибудь ссылочка там сайт какой-нибудь где любой заинтересовавшийся может зайти и ознакомиться с проектом поподробнее может быть позвонить там указан телефон что можно было задать вопросы руководству консорциума что-нибудь такое есть значит консорциум на на сегодняшний момент никоим образом не выдает пока себе информацию потому что сейчас в состоянии создания что касается информации по академии то на сайте фонда junior basket точка ру есть вкладка по данному инвестиционному проекту в котором мы можем все кто туда на эту страничку попадает ознакомиться найти контакты на как на собственно на сайте с координатором там со мной можно пообщаться более детально у кого возникают какие-то вопросы ну и собственно обсудить инвестиционную модель которую мы предлагаем кому это интересно и про горизонт планирования и покупаемости об основные ключевые экономические показатели пообщаться можем по доходной составляющей то есть вот такие вопросы они ну скорее на сайте их все не отразить это необходимо в диалоге общаться объясняться ну собственно где то так ну мы под роликом повесим ссылочку со всеми контактами если у кого-то возникнут вопросы то звоните сергею задавайте вопросы носите предложения я думаю что рассмотрите безусловно любая поддержка это большой плюс для города все благодарю спасибо